В Саратове задержаны два подростка, которые готовились совершить вооруженное нападение на школу. Об этом сообщили Пресс-службы управления Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. Двое юношей готовились напасть на учащихся одной из школ с оружием и совершить массовое убийство. Одному из них 14 лет, другому 15. Однако подросткам не удалось осуществить задуманное, их задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц». Совершенное группой лиц по предварительному сговору. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Аэропорт Гагарин доведут до второй категории метеоминимума осенью 2020 года. На это Росавиация выделит 352 миллиона рублей. Работы в отношении системы светосигнального и радиотехнического оборудования должны завершиться согласно документации до октября 2020 года. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Вячеслава Володина. Сейчас светосигнальное оборудование Гагарина позволяет совершать посадку по первой категории. С относительной высотой принятия решения не менее 60 метров. При второй категории высота принятия решения от 30 метров. Дальность видимости от 350 метров. В областной центр приехал на гастроли популярный актер театра и кино Иван Житков. Его удивила большая стая собак прямо у входа в гостиницу. Об этом он снял видео и выложил его на своей страничке в инстаграм. «Смотрите, вот такие огромные стаи. На самом деле это опасно, я думаю», – поделился актер. Напомним, тема бродячих животных в Саратове стоит очень остро. Жители постоянно жалуются на собак, из-за которых нельзя спокойно пройти по двору, а дети не могут играть на уличных площадках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!